Иисус Оказавшись в священном храме Иерусалима, Христос произнес странные слова, назвав «домом Отца Своего» «дом молитвы». По мысли святителя Иоанна Златоуста, Спаситель сделал это для тех толпящихся вокруг него людей, которые видели многие чудеса, но все же не имели веру в Него, как в воплощенного Сына Божия. Наряду с этим откровением Иисус сделал грозное обличение в адрес продавцов и миновщиков, превративших «дом молитвы» в вертеп разбойников. Святые отцы и богомудрые экзегеты, обращавшиеся к этим строкам Евангелия, толковали их двояко. Так византийский философ Ефимий Зигабен усматривал в этом месте Писания прямое указание на нравы храмовых торговцев, которые, подобно разбойникам, были любостяжательны и продавали то, что бралось из хищений и обманов. Однако такие святые отцы, как блаженный Иероним Стридонский и преподобный Иустин Попович, склонны были усматривать в данном отрывке Писания аллегорический смысл. Первый из них полагал, что здесь вследствие сребролюбия столами миновщиков называются «божие алтари», а под скамьями продавцов голубей следует разуметь продающих благодать Святого Духа. Тогда как второй считал, что обиталище Бога – это молитвенная душа, которая может превратиться в вертеп разбойников, если она забывает беседу с Творцом. Тогда ее окрадывают, разграбляют и делают больной ее же собственные страсти. Иисус Христос уже открыто явил свое мессианское достоинство, приехав в Иерусалим на Осленке, исполнив тем самым пророчество Захарии, и теперь еще раз являет это достоинство, изгоняя торговцев из храма. Храмовая торговля приносила большую прибыль первосвященникам, однако Сын Божий показывает, что Он больше первосвященников и может властно распоряжаться в храме, как в доме Отца Своего. При этом Спаситель ссылается на два пророческих изречения, одно из которых «Дом мой домом молитвы наречится для всех народов» книга пророка Исаии, глава 56, стих 7. Таким образом, первая причина изгнания торговцев в том, что их шум мешал молитвенному настроению молящихся. Представим только торговые ряды храма в пасхальные дни. По закону праздновать Пасху можно было только в одном месте, поэтому в Иерусалим стекались правоверные иудеи и празелиты из-за Иордана и Галилеи из всех мест Римской империи. По свидетельству Иосифа Флавия, каждый год Иерусалим посещали 2 миллиона 700 тысяч человек. Даже если эта цифра преувеличена, она дает представление о многолюдстве этого города. Через великолепную площадь перегоняли волов и овец, приносимых в жертву, и блеяние животных сильно нарушало тишину Святого Града. Добавьте к этому еще и шум, выкрики торгующихся, уподобляющие территорию храма Восточному базару. Пусть все продаваемые товары формально были нужны для жертвоприношений, это не оправдывало торгующих в глазах Бога, который изрек. «Милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. Вторая причина праведного гнева Сына Божия кроется в словах, «А вы сделали его вертепом разбойников». Премудрый Иисус, сын Сирахов, говорил, «Посреди скреплений камней вбивается гвоздь, так посреди продажи и купли вторгается грех». Глава 27, стих 2. И действительно, храмовые торговцы были настоящими мошенниками. Как известно, голубей приносили в жертву и самые бедные израильтяне. Птиц можно было купить в городе, но тогда храмовые служители, прикрываясь законом 22 главы книги Левит, выискивали у жертвенных животных мнимые физические дефекты и требовали купить в храмовых лавках других. А на храмовой площади за голубей требовали 20-кратную цену, что для израильских бедняков было грабежом. На самом же деле торговцы и храмовые служители составляли единую систему, доход через которую шел первосвященникам Анне, Каиафе и их сродникам. Мошенниками были именовщики денег. Они всегда обменивали по выгодному курсу, имея барыш. В храме, правда, они зарабатывали не так много, как в других областях Израиля, но доход их все-таки был немалым. Покупая храмовую валюту, так называемые сикли, паломники платили комиссионный сбор в одну двенадцатую сикли. В конечном итоге с каждой подати в карманах миновщиков оседала одна шестая сикли, или по разным оценкам от половины до двух третьих динария. Обличение о вертепе разбойников изрек еще иеремия, во времена которого развратились не только простые люди, но и священники. По свидетельству современника пророка, они осквернили храм идолами, покушались убить иеремию, и других пророков, но при этом проводили положенные по закону богослужения. В Христовы же времена, когда показного благочестия было еще больше, подавляющая часть храмовых служителей не менее была достойна называться разбойниками, ведь они дошли до убийства помазанника Божия, Мессии. И как во времена иеремии в храме стоял идол, так и во времена Христа служили идолу сребролюбия, которому и поныне служат весьма многие. В Священном Писании храмом неоднократно называется «Тело христианина». Поспешим же и мы с помощью Спасителя изгнать из нашей телесной храмины все страсти, которые, подобно разбойникам, гнездятся вместе уготованным для святыни. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.